Здравствуйте. Вот большая проблема. Большая проблема перед космонавтикой стояла, да в общем-то и стоит, как сообщить космическому аппарату очень большую скорость. Скорость такую большую, которой была бы достаточно для того, чтобы спутешествовал этот аппарат к границам Солнечной системы. А еще лучше, покинув Солнечную систему, устремился бы в межзвездные дали. Скорость нужна большая. А как ее сообщить? Наши силы ограничены, да. Двигатель реактивный поставить, над него надо уйму топливо, да. Это топливо вместе с кораблем нужно ускорять, разгонять. Ну еще худо-бедно научились выводить в космос, делать наши аппараты спутниками Солнца. То есть они покидают пределы, значит сказать, сферы земного тяготения, да, и летают уже вокруг Солнца. Это мы научились делать. Так вот, оказывается, есть очень хитрая вещь. Хитрая вещь, полезная, очень на ней поговорить, для тех полезно, кто изучает физику. Вот послушайте внимательно. Пролетая мимо планеты, пролетая мимо планеты какой-нибудь, ну, желательно потяжелее, ну, мимо Земли можно пролетать, можно пролетать мимо, например, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептун, это крупные планеты-гиганты, лучше даже мимо них пролетать. Можно так хорошо пролететь, что скорость аппарата не уменьшится, а даже увеличится. Ну вот, смотрите, давайте рассуждать так. Будем смотреть на этот космический аппарат, глядя с небесного тела, ну, вот с Юпитера, например. Вот у меня тут на картинке такая вот вымышленная ситуация, вот этот вот Юпитер большой летит, видите, за ним такой след такой даже остался. Ну, это просто, чтобы понятно было, откуда он летит. А мимо него пролетает космический аппарат. И вот если смотреть там с Юпитера, получается так, космический аппарат вроде как падает, да, в поле тяготения Юпитера, приобретает энергию. Потом он пролетел мимо, но Юпитер все-таки не упал, и полетел дальше в какой-нибудь там гиперболической траектории. Полетел он дальше, дальше, в мезвездные дали. И энергия у него была, и скорость. Когда он подлетал, и когда он стал улетать, одинаково, потому что отлетающий он часть энергии теряет, да, именно ту, которую получил. Ну, это как бы, так сказать, грузик, который колеблется на пружинке, да, абсолютно упругой, без потерь. А вот если смотреть не с планеты Юпитера, а вот от Солнца, да, из неподвижной системы координат, относительно которой Юпитер-то бегает, вот тут-то окажется очень интересная вещь, что он, падая в поле тяготения Юпитера, приобрел еще скорость, характерная для Юпитера. Он получил еще довесок, орбитальную скорость Юпитера, к своей скорости. Понимаете, какая штука получилась? Вот внизу такой маленький график, да, видите, вот, энергия или скорость, собственно говоря, он такой примитивный график. Все равно, что это, энергия, скорость, импульс. До взаимодействия и пульса взаимодействия стало больше. А можно наоборот, затормозиться. Вот он так вот пролетел и затормозился, немножко потерял энергию. Ну, когда-то это бывает, нужно затормозить такую скорость. Так вот, в астрономии известны вопиющие случаи такого рода ускорения. Астрономы всего мира, как говорят, наблюдают очень интересную звезду. Она погинула уже от предела нашей галактики и движется со скоростью порядка 700 км в секунду. Представляете, какая сумасшедшая скорость? Мы обычно, когда говорим о космических полетах, рассуждаем в диапазоне скоростей там 10, 15, 20 км в секунду. А это 720 с чем-то км в секунду летит звезда, откуда-то из центра галактики. Видимо, там она так хорошо пролетела между соседними звездами, может быть, даже рядом, мимо соседних черных дыр, что вот после такой цепочки маневров приобрела такую чудовищную скорость и вылетела за пределы нашей галактики, куда-то улетает в межгалактические дали. Представляете, какой кошмар, да? Какие чудеса творятся на белом свете. Спасибо вам большое за внимание. Всех благ. Удачи.